После стольких лет и сегодня, что можно сказать, что для вас служба будет? Это жизнь. На страже порядка Александр Шишко уже почти 40 лет. В детстве смотрел на своего дядю военного и мечтал о погонах. Сегодня на груди офицера блестят сразу пять медалей. Самое дорогое сердцу за отвагу, рассказывает мужчина. 2004-й, Чечня. После ухода со службы в вооруженных силах Александр устроился в СОБР. Сегодня он командует отрядом спецназа. Бойцы рискуют жизнью ежедневно. Зачастую приходится сталкиваться с вооруженным сопротивлением. Важно, чтобы при этом дома был обеспечен надежный тыл. Александру в этом смысле повезло. Уже привык. Я, будучи, вернее, своим бывшим военным, то есть заканчивал военное училище. Потом, после военного училища, после увольнения попал в СОБР. Ну, сразу, конечно, я думаю, волновались даже очень сильно. Ну, а потом одна, вторая, десятая командировка. Вот. И вот, ко всему, наверное, человек привыкает. Ранее СОБР относился к полиции. Его даже называли полицейский спецназ. В 2016 году указом президента Владимира Путина в России была создана Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. В ее состав вошел и СОБР. Александр Шишко рассказывает, появилось больше армейских сборов, но миссия осталась неизменной – выполнение поставленной задачи. В 2020 году росгвардейцы приняли участие в трех с половиной тысячах спецопераций, пресекли свыше тысячи преступлений и нашли более 120 граждан, находившихся в розыске. В день своего первого юбилея росгвардейцы принимают поздравления, а отличившиеся сотрудники – и награды. Включение губернатора Самарской области Дмитрия Ягитича Азарова. Я от себя лично, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Днем войск Национальной гвардии Российской Федерации. У меня есть всякое сомнение, что юбилей, хоть он и первый, достаточно значимый, но этот юбилей, как и вся наша деятельность, основывается на боевых традициях, которым уже 210 лет, боевые традиции внутренних войск Российской Федерации, ну и в том числе боевой опыт сотрудников милиции и полиции. Поэтому говорить о том, что мы уж совсем молодая струнтура, ну, наверное, не приходится. Опыт громадный, но сделано очень много, но предстоит сделать еще больше. Войска Национальной гвардии Российской Федерации обеспечивают усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности. Росгвардия остается на страже общественного порядка 24 часа в сутки, 365 дней в году. Мария Левина, Николай Сидоров, События.